Продолжение следует... Ну, бардак полнейший. Во-первых, тут и так постоянно пробка. Тут упали плиты. Как следят за своим грузом, вообще непонятно. Прямо во время движения грузовик вывалил на дорогу бетонные плиты. Один из красноярцев может праздновать второй день рождения. Видите себя тише. Говорят, что женщина там выступила, пришла полиция к ней, оштрафовали ее там. На жительницу Николаевки, которая слишком активно выступала против строителей, завели дело, что ей грозит. Вот это номер. Возможно, уголовное дело вы подозреваетесь совершенно. В Красноярске задержали полицейского, продававшего красивые автомобильные номера. Сколько они стоили и во сколько теперь ему обойдутся? Держите ваши деньги. Очень профессионально, быстро. Кинологи. Мне понравилась работа. Вот такой пакет с двумя миллионами вручили красноярки. Что для этого нужно было сделать? А теперь обо всем подробнее. Пожилого мужчину насмерть сбили на пешеходном переходе сегодня утром. Трагедия произошла на улице Новосибирска. На кадрах с камеры уличного наблюдения видно, что когда пешеход вступил на зебру, автомобиль, приближавшийся слева, сбросил скорость, а тот, что ехал справа, даже не притормозил. От мощного удара лобовое стекло пешехода отбросило на несколько метров. Он скончался до приезда скорой помощи. За рулем находился 61-летний водитель. Подробности выясняют в госавтоинспекции. Мать, которая заставила своего сына выпить чистящее средство, обвинили в преднамеренном убийстве. Мальчик наконец-то смог дать показания. Как сообщили в Краевом следственном комитете, ребенок подтвердил, что мать ударила его кочергой и заставила выпить опасное вещество. Мальчика выписали из больницы, однако лечиться ему предстоит и дальше. Следователи считают, что женщина знала об опасном составе жидкости и понимала, что нанесет вред ребенку. Как призналась задержанная, обычно она использовала это средство исключительно в перчатках, а после проветривала окна. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру. для утверждения обвинительного заключения, после чего его рассмотрят в суде. Пункт назначения по Красноярске. Бетонные плиты выпали из кузова грузовика на дорогу прямо напротив отдела госавтоинспекции на Брянской. Они лишь чудом не задели автомобили, но из-за этого оказалась большая пробка. Подробнее расскажет Екатерина Вещевалова. Так сигналят возмущенные водители на Брянской, которые вынуждены стоять в пробке из-за упавших бетонных плит. Сам момент попал на видео, грузовик поворачивал направо с Вейнбаума, как раз напротив краевой автоинспекции. Видимо, плохо закрепленный груз буквально съехал на дорогу. Лишь чудом плиты не задели проезжавший мимо автомобиль. Ситуация была в шаге от Красноярского пункта назначения. Ну, бардак полнейший. Во-первых, тут и так постоянно пробка. Тут упали плиты. Как следят за своим грузом, вообще непонятно, как ездят, что все слетает. За эту неделю только уже второй раз падает груз с машин. Это вот, слава богу, вообще счастливая случайность, что ни на какую-нибудь машину никого не придавило. Бардак кругом. Да, здесь постоянно пробки. Постоянно встаете здесь? Да, постоянно. Особенно на второй Брянской. Да, вообще ужас. Плиты не видел. Я в левую ряду ехал. Проехал нормально. Почему водитель решил не закреплять такой тяжелый груз и на что он надеялся, непонятно. Сам водитель на все вопросы журналистов отвечал, что это не его грузовик. Погрузкой он не занимался и вообще его вызвали закрепить груз и отогнать машину. Разговаривать на камеру он отказался. Сотрудники госавтоинспекции отреагировали быстро и сразу, как плиты вернули на место, оформили ДТП. Движение по улице Брянская было оперативно восстановлено. В отношении водителя был составлен административный материал за нарушение правил перевозки грузов. Наказание в виде штрафа 500 рублей. Пять дней назад подобный случай произошел на Сверловской. Там ситуация оказалась более плачевной. Груз упал прямо на легковой автомобиль, проезжающий рядом. С водителем авто все в порядке, но из-за этого на правом берегу образовалась пробка в 8 баллов. Тогда водителям пришлось объезжать ДТП по встречной полосе. Екатерина Вещевалова, Данил Дубенко, 7 канал. Грабители, которые изрезали ножом курьера в соседнем Новосибирске, задержали. Полицейские были очень удивлены, когда выяснили личности агрессоров. Об этом диком случае мы рассказывали в начале недели. Курьер привез заказ, но рядом с подъездом на него напала толпа неизвестных в медицинских масках. Сначала в него распылили перцовый баллончик, а потом начали бить ножом в лицо и тело. Курьер сейчас в больнице, а нападавших быстро нашли. Оказалось, что это местные школьники старших классов. Они заранее договорились ограбить прохожего и специально выискивали жертву неславянской национальности. Троих задержанных отправили под домашний арест, а самого старшего из них в СИЗО. Всех будут судить за разбой. Жесткое задержание. Отряд быстрого реагирования ворвался в несколько квартир, где живут полицейские. Их подозревают в получении взятки и незаконном бизнесе. Чем торговали представители власти и что теперь их ждет вместо службы отечества? Расскажем в следующем сюжете. Вот так группа захвата спиливает дверь и врывается в квартиру к начальнику одного из отделов госавтоинспекции Красноярска. Его укладывают на пол. Фамилия? Имя он что? Белорождение. Мужчина явно не ожидал таких гостей, поэтому серьезные улики встретили правоохранителей прямо на входе в квартиру. Похожим образом, СОБР ворвался и в квартиру его коллеги, старшего сотрудника отдела госавтоинспекции. Мужчин подозревает в получении взятки. Возбуждено уголовное дело, вы подозреваетесь в совершении. В любом случае, предусмотрено, что вы здесь в первом автомобиле, в главном уходе с последнического взятки. Сейчас будет проведена область в ваших жилищах. По версии следствия, двое гаишников вместе с сообщниками организовали продажу автомобильных номеров и занимались незаконной торговлей с февраля этого года. За это время через посредников они получили не меньше 320 тысяч рублей. За эти деньги они продали жителям Красноярска пять регистрационных знаков с желаемыми буквами и цифрами. Также мужчины за вознаграждение ставили на учет автомобили, которые не соответствуют требованиям безопасности. Уголовные дела возбуждены на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю и оперативно-розыскной части собственной безопасности Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Фигуранты задержаны. В ближайшее время они будут допрошены об обстоятельствах совершенных преступлений. Сегодня задержанных полицейских отправили в СИЗО. Сейчас сотрудники Следственного комитета устанавливают других причастных к преступлениям, а также другие эпизоды незаконной деятельности подозреваемых. Это не первое громкое задержание полицейских в нашем крае. Так, в феврале семь лет колонии строгого режима получил бывший начальник уголовного розыска края Андрей Иванов. Его признали виновным в получении взятки от представителей Южного рынка за то, что он крышевал территорию. Уже через месяц восемь лет колонии получили сразу четверо бывших полицейских. Они вымогали взятки от предпринимателей. А в апреле начальника одного из отделов полиции города задержали за то, что он отдал своим знакомым 30 игровых автоматов и два покерных стола из вещдоков, с помощью которых мужчины организовали собственное казино. Григорий Горячих, Седьмой канал. Высказалась на 20 тысяч рублей. Жительница Николаевки попала под статью за организацию митингов. Люди собирались, чтобы высказываться против застройщиков. После очередного собрания жители к пенсионерке нагрянула полиция. Что такого сказала женщина и почему теперь она не выходит из собственного дома, разбиралась Дарья Морева. Обратите внимание, нас не полдюжины. Нас очень много. Это только третья часть от всех несогласных. Вот за это выступление против строителей на активистку Ольгу Седову составили протокол. Теперь ей грозит штраф до 20 тысяч рублей. В полиции посчитали, это собрание митингом. Хотя сама женщина утверждает, это вовсе не митинг, а всего лишь очередное собрание жильцов. Подобные собрания для жителей Николаевки не редкость и даже стали своеобразной традицией. Обычно люди собираются на улице, чтобы обсудить насущные вопросы от подготовки к зиме до КРТ. Но с тех пор, как стали прилетать штрафы, некоторые уже боятся выйти из дома. И даже сейчас на когда-то оживленной улице вокруг не души. Не выходит на улицу и сама Ольга. С тех пор, как у нее побывали полицейские, здоровье пенсионерки резко ухудшилось. Повысились давление и сахар в крови. Пока точную сумму штрафа женщине не назначили. Кроме того, наказание может смениться на обязательные работы до 40 часов. Но между соседями, которые также принимали участие в этом собрании, ходят и другие слухи. О том, что Ольга не устраивала никаких митингов, говорят и ближайшие соседи. Алексей инвалид первой группы. Он живет в Николаевке больше 40 лет и на собраниях жильцов бывает регулярно. Мужчина уверяет, раньше полиции до них не было никакого дела. Да и сейчас они ничего не нарушают. Полиция заинтересовалась, скорее всего, только от того, что ей кто-то дал пинка разобраться с этими бузатерами, как они считают. И все. А мы просто отстаиваем свою, увидим несправедливость. Что же все-таки нарушила пенсионерка из Николаевки, никто не знает. В полиции седьмому каналу отказались давать какие-либо комментарии, сославшись на закон о неразглашении персональных данных. Однако на этом история не заканчивается. Сотрудники хотят установить и других участников митинга. А значит, от традиции устраивать собрание жителям придется отказаться. Дарья Морева, Данил Дубенко, Седьмой канал. Вы смотрите новости Седьмого канала. Наш телефон 2-900-333. Продолжаем выпуск. Почти 2 миллиона рублей потеряла Красноярка во дворе своего дома. Сумочку с наличными, телефоном и личными вещами женщина оставила на лавочке и хватилось ее только спустя полчаса. Однако найти шоппер самостоятельно она не смогла. Тогда Красноярка обратилась в полицию, где рассказала, что недавно продала квартиру в Железногорске и переехала в краевую столицу. А вырученные деньги все это время хранила в своей сумочке купюрами по 2 тысячи рублей. На место выехали оперативники с собаками. Пропажу быстро нашли неподалеку от подъезда. Из-за дела полиция женщина сразу же направилась в банк. Горький опыт подсказал, что такую сумму лучше хранить на счете. Я оставила очень профессионально, быстро. Кинологи. Мне понравилась работа. Ну и все, извините меня, прям very, very good. За сутки все. Имущество мое возвращено. Физкультурный комплекс, детские сады и многоквартирные дома появятся на месте ветхих деревянных бараков, построенных почти 100 лет назад. Еще один район Красноярска попал под механизм комплексного развития территории. В каких условиях люди живут сейчас и готовы ли они к переезду, расскажем в следующем сюжете. Здесь без конца. Только выведешь тараканов, они снова лезут. Такие огромные. Тараканы, обваливающиеся стены и потолок, холод и гниль. В таких условиях приходится жить людям в доме на Симафорной 387. Причем большинство из них пенсионеры. Некоторые не могут даже выйти на улицу. Спуск по ветхой лестнице. Испытание. Родить полы, что ходишь как на подушках. Что деревянный дом где-то около 98-9 лет этому дому. Поэтому очень сложно жить. Полы очень неудобны в смысле по качеству горой. Что с этих пол можно съехать и упасть. Уже снести дома пора это все. Могу со временем идти надо. Если издалека отойти, видно какая крыша там дырявая. Если дождь идет, прямо протекает до первого этажа. Там видно оттуда, если туда отойти, там дырки прямо в крыше. Ну и стенки не деревянные. Очень давно штукатурено и все сыпется. Если в подъезд зайти, видно, что там трещины. И стены выпирать начинают. Эти деревянные бараки вошли в границы комплексного развития территории. Проект реализует инвестор. За свой счет он должен расселить 9 аварийных домов. Первые 3 до марта 2025 года из 28 квартир 19 уже выкуплены. Люди обустраивают новое жилье. Часть квартир в домах является частной собственностью. Часть находится в муниципальной собственности. В любом случае, все объекты, предоставляемые взамен, будь то частная или муниципальная собственность, они согласовываются предварительно с расселяемыми гражданами. И выкупная стоимость, если речь идет о частном жилье, она у нас определяется относительно рыночной оценки. На месте деревянных бараков, благодаря механизму комплексного развития, появятся не только новые современные дома, но и физкультурно-оздоровительные комплексы, два детских сада на 122 места во встроенных помещениях. Их передадут в собственность города. Парковки, в том числе и многоуровневые, новые проезды, обновленные сети. Работа в рамках этого договора будет проведена исключительно в рамках утвержденного проекта планировки территории. То есть никакой хаотичной застройки, никакого там непонятного размещения домов здесь не будет. Вполне понятен объем ввода жилых помещений, понятное благоустройство и в том числе социальные обязательства. Обновится этот район семафорный в ближайшие 8 лет. Всего в Красноярске реализуется 8 договоров КРТ. В каждом предусмотрена социальная нагрузка для застройщика. Строительство детского сада или школы, дорог, скверов или культурных объектов. Для каждой территории своя. Так на месте устаревших, заброшенных территорий постепенно появятся благоустроенные микрорайоны с полезной инфраструктурой. Ксения Гречихина, Валерий Чащин, Седьмой канал. Увеличить масштабы геологоразведки и поддержать проекты газификации. В Москве провели первое заседание Совета по вопросам развития Сибири. Возглавил Совет экс-губернатор края и сенатор Александр Ус. Среди вопросов, которыми Совет будет заниматься, развитие транспортной доступности, энергетики, рациональное освоение природных ресурсов. И хотя в Красноярске, например, даже отмечают прирост населения, в целом из Сибири многие все еще уезжают в европейскую часть России. Поэтому одна из задач создать условия, при которых люди захотят не только остаться, но даже и приехать к нам из других регионов. Особенно молодые едут за мечтой, едут за своим будущим. А говоря более приземленно, едут за возможностью нормально зарабатывать, созидать и интересно жить. А это значит, нам нужны прежде всего крупное, вдохновляющее начинание и их подтверждение в наших решениях и практических делах. Сибирь можно назвать подлинным местом силы нашей страны, гордостью России. Это не только бескрайняя природная кладовая, но и крупные научные, образовательные, промышленные, туристические центры. Александр Ус также отметил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируется новый центр силы. А политологи говорят, у этого совета есть все шансы стать главным мозговым центром по улучшению жизни сибиряков. Ведь он объединил экспертов, ученых, топ-менеджеров крупных компаний, которые работают в Сибири, и, конечно, представителей федеральной и региональной властей. Отмечу также большую заслугу в появлении этого совета Александра Викторовича Уса. Сибирская тема – одна из главных в его интеллектуальной деятельности. И немаловажно, что он заручился поддержкой Валентины Ивановны Матвиенко, спикера Совета Федерации. Городские чиновники рассказали, что исправили все проблемы с коммунальными услугами в Солнечном. О том, что сразу в 30 домах микрорайона ежедневно отключают свет, воду и отопление, мы рассказывали вчера. Заместитель главы города Алексей Шувалов на встрече с губернатором края рассказал, что сейчас все устранено. Также в ближайшее время к подстанции доставят резервный источник электроснабжения. При отключении света он будет питать насосы, чтобы исключить перебои с водой. Россети рассматривают возможность провести полную замену старых сетей в 2025 году. Если я правильно понимаю, причина установлена. Электросетевое хозяйство не в надлежащем состоянии было. Собственник сетей сегодня есть. Найдено временное решение, которое позволит сейчас запитать жилые дома. Лично занимайте все эти 30 домов, чтобы у вас были в зоне контроля. Перемещайте свой рабочий кабинет в солнечный и в штабном режиме это сопровождайте, пока ситуация не будет нормализована. Однако в комментариях в телеграм-канале Михаила Катюкова люди продолжают жаловаться на отключение. Так, сегодня несколько часов воды не было на улице Ольховой в домах номер 6 и 21. Без благ цивилизации люди страдают не только в солнечном. Похожая ситуация и в микрорайоне Мясокомбинат. Там тоже в нескольких домах постоянно пропадает свет и вода. Последнюю неделю их отключают практически ежедневно на несколько часов. Если в минувшую субботу там была коммунальная авария, то причина остальных перебоев с услугами неизвестна. Местные жители тоже стали писать свои жалобы в чат губернатору. Мы обязательно будем следить за ситуацией с отключениями в обоих микрорайонах и призываем местных жителей звонить нам или писать в мессенджеры. Их номера сейчас на экране. Глава Октябрьского района Красноярска Геннадий Гартман подал в отставку. Мясокомбинат, где жители страдают от перебоев с водой, энергией и отоплением, относится именно к этому району. Известно, что чиновник принял решение об уходе по собственному желанию. Последним рабочим днем Геннадия Гартмана станет пятница, 25 октября. В администрации Октябрьского района пояснили, что пока неизвестно, кто займет место бывшего руководителя. Вы смотрите новости седьмого канала. Наш телефон 2-900-333. Продолжаем выпуск. 118 тысяч юных отдыхающих побывали в детских лагерях края этим летом. В нашем регионе подводят итоги оздоровительной кампании и уже строят планы на лето 2025-го. Подробности в следующем сюжете. Линейки с гимном и поднятием флага в этом году стали частью отдыха детей в каждом лагере. Еще во всех учреждениях установили системы видеонаблюдения. С этого лета в крае стало больше мест, куда можно отправить ребенка на каникулах. Добавилось 16 оздоровительных учреждений. Из них два – загородные лагеря. А также у нас произошло увеличение и палаточных лагерей, и лагерей с ним в новом пребывании. Но учитывая возросший спрос последних три года на оздоровление детей именно в Красноярском крае, конечно, нам удалось увеличить количество мест в оздоровительных учреждениях на 1260. Итоги летней оздоровительной кампании подводят сегодня в краевом парламенте. Всего в лагерях летом побывали 118 тысяч ребятишек. Депутаты говорят, это около 32% от всех детей в регионе. И это число нужно только увеличивать. Планирую поднять вопрос о строительстве новых лагерей, потому что у нас есть места, в которых лагеря существовали в свое время. Поэтому можно спланировать какой-то проект такой интересный придумать. Хотелось бы, чтобы ребенок получал оздоровление в загородном стационарном лагере, потому что там все для этого есть. Уже известно, что на следующий год в краевом бюджете заложены средства на оздоровительные учреждения. 150 миллионов рублей на жилые корпуса, 95 на пищеблоки и больше 7 миллионов на медицинские помещения. Наталья Архипова, Валерий Чащин, 7 канал. Певицу глюкозу оштрафовали на 5000 рублей. Ее заподозрили в применении наркотических или психотропных веществ. Артистку задержали в московском аэропорту Шереметьево. Сотрудники полиции обратили внимание на Наталью Чистякову-Ионову из-за неустойчивой походки и искаженной мимики лица. Однако, когда певицу попросили пройти в отделение, она включила камеру и начала требовать показать сотрудников удостоверение в открытом виде. А когда ее все-таки доставили в пункт полиции, отказалось пройти медицинское освидетельствование. Понятые признаков наркотического опьянения не увидели. В настоящий момент вы видите какие-либо признаки алкогольного или наркотического опьянения у Чистякова-Ионов Натальи Ильинична? Это вот девушка здесь. Нет, признаков алкогольного или наркотического опьянения я не вижу. И это не первый крупный скандал, в который попала глюкоза. Три месяца назад она выступала в качестве главной звезды на Дне Металлургов, которую отмечали на острове Татышев. И тогда многие зрители назвали ее поведение очень странным и неадекватным. Тогда Ионова Чистякова оправдывалась, что у нее сложный период в жизни, и она принимает антидепрессанты. За тот концерт организаторы заплатили певице 5,5 миллионов рублей. Какие вы страстные! Какие вы сладкие! Вы что, любите это со вас? Ой! Ну поехали! Одна из крупнейших торговых сетей Сибири, которая продолжает активно развиваться, открыла новый супермаркет на Удачном. Для микрорайона, где очень много элитного жилья, это событие. Больших современных магазинов там катастрофически не хватало. Где расположился новый супермаркет и что в нем интересного, в сюжете далее. Новый супермаркет открылся на первом этаже торгового комплекса, где раньше была империя вкусов. Место очень знакомое всем, кто хоть раз поднимался по живописной лестнице напротив. На огромной площади будет представлено более 12 тысяч товаров, тщательно отобранных для покупателей микрорайона. Мясные деликатесы, устрицы и другие свежие морепродукты, экзотические фрукты, охлажденная мраморная говядина премиального класса. Здесь работал магазин другой. И мы старались те товары, которые покупались жителями, которые им нравятся, не убирать. Мы заключили даже новые договоры с поставщиками, с которыми ранее не работали. Многое осталось от предыдущего маркета. И определенные товары, и команда персонала, к которой жители уже привыкли. Неизменными остались узнаваемые традиции самого командора. Ассортимент хороший, бегать, ездить куда-то нам не нужно было. Для пенсионеров-то было дорого, а сейчас мы уже знаем, какие цены едят. Нас устраивает. Это вообще стратегия командора, и это наше преимущество перед федеральными компаниями. Мы знаем своего покупателя. Раньше, который здесь был магазин, мы тоже в него ездили. Но там не такой был выбор мяса, там не такой был выбор молока, колбас, то есть сыров. Хлеб не такой вкусный, поэтому мы прям очень рады. Прогноз погоды представляет «Персона Вумен». Идеальное место для настоящих ценителей стиля. Одежда, обувь и нижнее белье размеров САЙС Плюс. И теперь информация о погоде. В четверг, 24 октября, в Красноярске облачно возможен дождь. Ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров тутного столба. Ночью 4 градуса холода, днем до плюс 4. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2 900 333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наши вайберы ватсап. Номер 8 391 2 900 333. А также в чат телеграм-канала. Ну и не забывайте о наших социальных сетях. С вами был Алексей Кован. Увидимся.